МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в начале выпуска. Коротко о главных темах. Лето. Вернись. На всей территории округа установилась холодная погода. Какой прогноз дают синоптики? Главный государственный праздник объединил сотни горожан. Муравленковцы отметили День России. 180 миллионов рублей долга за жилищно-коммунальные услуги. Судебные приставы навестили должников на дому, что грозит тем, кто не привык вовремя платить по счетам. Дождь в перемешку со снегом, ветер и температура не выше 10 градусов. Такая нелетняя погода установилась на всей территории Ямала. Жители города просят коммунальщиков вновь включить отопление и сдвинуть срок отключения горячей воды. Оно, напомню, запланировано на 18 июня. Представители Ямал-Коммунэнерго поясняют, что подать теплоноситель в сети невозможно. Одним поворотом крана этого не сделать. По сути, чтобы это выполнить, необходимо провести большую работу по восстановлению схемы теплоснабжения, которую мы уже готовим для проведения гидролитических испытаний к 18 числу. Перенос сроков повлечет за собой, соответственно, приостановление всех работ, которые мы в данном случае выполняем по замене сетей тепловодоснабжения, как по микрорайонам, так и магистральных, что, в свою очередь, станет для нас технической проблемой по капитальному их ремонту к началу нового отопительного сезона. К обсуждению этой темы в социальных сетях присоединился глава города. На своей странице в сети ВКонтакте Александр Подорога поясняет, что план работ по подготовке к осенне-зимнему периоду был утвержден 20 апреля. Уже есть подрядчики на выполнение необходимых работ и заведены материалы. Подрядные организации поставлены в жесткие временные рамки исполнения контрактов. Поэтому жителей города просят отнестись к ситуации с пониманием. По прогнозам синоптиков, лето вернется на Ямал уже в эту субботу. День России и муравленковцы отметили торжественным мероприятием в сквере. Большой патриотический праздник для многих стал символом национального единения и гражданского мира. Продолжит Анастасия Попова. В молодежном сквере царит атмосфера праздника. Флаги, воздушные шары в цветовой гамме триколора, цветы. Один из самых молодых государственных праздников в стране День России. Муравленковцы отмечают торжественно и ярко. В сквер пришли трудовыми коллективами, семьями, с друзьями и знакомыми. Хмурая погода никому не портит настроение. Все с улыбками, с лентой и триколорой на груди поздравляют друг друга с Днем России. Действительно настроение праздничное, потому что это великий праздник для всех россиян. Наша страна, великая Россия, она сплочает, она объединяет. И этот праздник, он действительно показывает отношения наших горожан, горожан города Муравленко, отношения к нашей стране и родине. Праздник России – это такое событие, которое касается всех нас. Потому что Россия – это мы, это каждый человек в отдельности и все вместе. Потому что мы, россияне, это многонациональная семья. И мы должны все жить в мире, в радости, в добре. Этот праздник – один из самых молодых в стране. До 2002 года, 12 июня, считался днем принятия декларации о государственном суверенитете России. В этом документе еще в 90-м году было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Сегодня День России – это символ национального единения и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Наш Ямал успешно развивается и решает задачи, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня каждый из нас, каждый житель Ямала осознает, что только вместе мы можем строить будущее. Только вместе мы сможем обеспечить могущество и процветание нашей России. Россия – это каждый из нас. Россия – это мы все вместе. Россия – это наши дела, наши достижения и наши поступки. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю вам здоровья, мира, счастья, благополучия, профессиональных достижений, всего самого хорошего и, конечно же, непоколебимой гордости за нашу замечательную, великую страну. Для каждого Россия она по-своему и у каждого она своя. Для кого-то Россия – это калитка в деревне, для кого-то Россия – это крупный центр. Кто-то приехал из Ростова, кто-то приехал. Мы приехали все из разных частей света. И только 15 тысяч человек, 15 тысяч детей, которые родились на Муравленковской земле, для них навсегда город Муравленко и будет той родиной, будет вот именно той Россией. С праздником жителей поздравляют представители политических партий и общественных организаций, почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны – Виктор Александрович Городничев и Клавдия Петровна Сур. Все вот эти годы, когда я родилась в 28-м, конечно, были очень сложными. Это после войны гражданской, когда власть пришла в руки рабочих и крестьян в 18-м году. Был страшный голод в 33-м году. Но потом, слава Богу, в 37-м и в 38-м был богатый-богатый урожай. И спасибо, что наши люди были подкованы в годы войны. Такие, как Рокоссовский, Жуков, Конев, Борошилов, Будённый. В Ростове два проспекта названы ими именами. Вот. И заслужено. И все это заслужено. Я была свидетелями всех-всех событий. Держитесь. И держите, как она сказала, границу на замке. Не надо расслабляться и быть людьми. Потому что это наша земля. Мы до ней родились. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручают российские паспорта. Для них сегодня, 12 июня, двойной праздник. Какие ощущения, что сегодня в такой торжественной обстановке вручали твой первый документ? Радость, счастье. О великой державе, о родине в этот день звучали патриотические песни от артистов Дома культуры Украины. Муравленковцы подпевали им, а после делали многочисленные фотографии рядом с новым арт-объектом. Начиная с 12 июня часы стали отсчитывать дни, часы, минуты и даже секунды, оставшиеся до 35-летнего юбилея нашего города. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Антон Иванов. Новости Муравленко. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Темой для обсуждения стали реализация инфраструктурных проектов в части Северного широтного хода. Северный широтный ход будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение по проекту подписано осенью 2018 года. Железнодорожная магистраль протяженностью 707 километров станет центральным элементом единой арктической транспортной системы. Те проекты, которые здесь запланированы, мы говорим про Северный широтный ход пока, даже не говорим про следующие его продолжения. Уже это будет в масштабах всей системы арктических железных дорог очень крупные инвестиции. Ну а для Свердловской железной дороги на ближайшие годы, я думаю, они из основных. Акционерное общество РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции, примыкающей к Северному широтному ходу участков железной дороги, а также железнодорожной линии Пангоды, Новую Рингой-Карачаево. В 2019 году здесь проведут проект на изыскательские работы. Это строительство, которого до сих пор в России еще не было. Ни по масштабам, ни по сложности. Есть масса вопросов, которые нужно решить с точки зрения проектирования. Масса вопросов, которые нужно решить с точки зрения консолидации интересов всех заинтересованных сторон, которые принимают участие в этом строительстве. И, безусловно, делать это вовремя, потому что есть сроки реализации проекта. Он нужен региону, он нужен федеральному округу, он нужен стране. Судебные приставы посетили должников, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Суммы задолженности у злостных неплательщиков составляют от 100 тысяч рублей и выше. В целом, жильцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 180 миллионов рублей. Все подробности в сюжете Нина Гультяевой. Сегодня на исполнении службы судебных приставов находятся около тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ. Только за последние пять месяцев в пользу управляющих компаний взыскано около 5 миллионов рублей. Еще 180 миллионов жители остаются должны. Судебные приставы исполнители, разрешите проверить ваше имущественное положение? В списке у приставов как новые, так и старые адреса, где за услуги ЖКХ не платят более 10 лет. В одном из общежитий дверь открыл мужчина. Говорит, 84 тысячи погасил. Оставшиеся 28 платить пока нечем. Судебным приставам приходится описывать имущество в счет долгов. И это еще не самая действенная мера принудительного исполнения. Самыми эффективными и основными методами также остаются ограничения на выезд из Российской Федерации, арест имущества, обращение взыскания на денежные средства, хранящиеся в банке. В ходе нашего сегодняшнего рейда можно отметить, что большинство должников не оказалось дома. Многим были вручены повестки, был составлен акт описи имущества. Одни жильцы в городе прописаны, но не проживают. Другие просто задерживают платежи. И чаще всего должников не волнуют убытки ресурсоснабжающих и управляющих компаний, которые обязаны оказывать услуги населению вовремя, проводить ремонты и платить своим сотрудникам зарплату. Нам реально не хватает денег на закупку материалов для своевременного проведения ремонта, на выплату заработной платы и налогов, которые мы, тем не менее, обязаны платить своевременно. То есть эта проблема, она есть, с ней надо бороться. И, в принципе, жилищно-коммунальные предприятия города этим активно занимаются. Мы готовы идти людям навстречу, мы готовы заключать договора о поэтапном погашении долга. Но, естественно, если человек к этому стремится и выполняет те условия договора. Заключить такой договор можно в управляющей компании. А в Управлении соцзащиты населения тем, кто действительно оказался в трудной ситуации и имеет низкий доход, помогут оформить субсидию на ЖКУ, а льготным категориям – жилищно-коммунальную выплату. Обязательным условием для получения этих выплат является наличие гражданства Российской Федерации, постоянное проживание граждан на территории Ямал-Ницкого автономного округа и отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги либо наличие исполнения соглашения по ее погашению. Расчет субсидий и выплаты индивидуален. Размер жилищной субсидии можно рассчитать самостоятельно, воспользовавшись специальным калькулятором на сайте Управления соцзащиты. По итогам прошлого года средний размер жилищной субсидии у нас на семью составлял 4,5 тысячи рублей. В настоящее время у нас 297 получателей такой выплаты. А если получатель субсидий на оплату ЖКУ не станет своевременно платить по счетам, действие льготы ему будет приостановлено. Возобновить ее смогут только после погашения долгов. Нина Гультяева, Антон Иванов, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Творческие коллективы нашего города стали лауреатами международного фестиваля «Содружество Артек». Ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества собирает в Артеке артистов, танцоров, певцов, инструменталистов со всей России и зарубежных стран. В этот раз участниками из Муравленко стали вокальный ансамбль «Камертон», образцовый хореографический ансамбль «Арабеск», образцовый коллектив «Ансамбль народной песни «Веселуха» и образцовый ансамбль «Танца Радуга». Все они удостоены дипломов лауреатов международного фестиваля за сохранение и развитие культурных традиций своего народа и приумножение их в своем творчестве. Муравленковцы теперь могут пройти диспансеризацию не только в будние дни, но и по субботам. Теперь кабинет медицинской профилактики и некоторые специалисты работают в выходной день с 9 до 13 часов. Жители могут пройти так называемый первый этап обследования. Можно пройти помимо консультации терапевта, также сдать анализы, пройти осмотр акушерки со забором анализов на онкоцитологию и пройти внутриглазное давление ЭКГ, то есть тот перечень обследований, который входит в рамках диспансеризации. Кроме этого, для удобства пациентов при прохождении диспансеризации появилась возможность предварительной записи к специалистам. Забронировать время приема можно через портал госуслуг. Напомню, что с мая этого года в зависимости от возраста пациента изменился перечень необходимых обследований. Жители, достигшие 40 лет, получили право проходить диспансеризацию ежегодно. Пограничные органы больше не будут принимать заявления от граждан о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина. Теперь подавать заявление нужно будет в подразделение по вопросам миграции МВД России. Также, если ребенок выезжает из страны с одним из родителей, согласия второго не требуется. Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из родителей, опекунов или усыновителей. В случае, если один из законных представителей ребенка заявит о своем несогласии на выезд из страны ребенка, этот вопрос разрешается в судебном порядке. Интересное путешествие в мир удивительных научных открытий совершили юные муравленковцы. Масштабная развлекательная программа «Мультифест» состоялась на площади у Дома культуры Украины. Все подробности в следующем сюжете. Раз, два, три! Попрыгали на ветер! Здесь, на площадке около Дома культуры Украины «Мультифест» собрал более 200 ребят, которые могли интересно провести время аж на 22 площадках, которые подготовили организаторы. На одной из них мы сейчас попробуем собственные силы. Имитатор онлайн-игры Angry Birds «Башня. Игровая рыбалка» – это лишь часть испытаний, которые предстояло пройти участникам третьего городского мультифеста. Каждая площадка представляла собой один из химических элементов таблицы Менделеева. Даже в путеводителе для ребят они были обозначены соответствующей символикой. Участники с удовольствием преодолевали препятствия и получали за это призы. Самое интересное, что надо бегать по станциям, собирать наклейки и участвовать. Я очень люблю такой вид соревнований. Настроение у меня хорошее, погода тоже хорошее. И сегодня хороший такой праздник и веселый. В каждом маршрут-листе 22 химических элемента из 113 существующих. Соревнуются не на скорость, важно принять участие во всех конкурсах и выполнить все задания. Например, юные химики вместе с библиотекарями построили башню. А с аниматорами сыграли в гигантский боулинг. Ребята собирают литереву башню, а также играют в игру «Поймай левушку». Как ты считаешь, детям сегодня здесь интересно? Это занимательное такое мероприятие? Да, я думаю, замечательно. Погода хорошая, дождь прекратился. Игры подвижны на свежем воздухе. Просто отлично. У нас есть две площадки. Это ртути с железом. На ртути ребята должны называть 20 супергероев, положительных или отрицательных, без разницы. А из железа должны железного человека собрать. У них есть определенные конструкции, из них они собирают. А мы, две панды, бегаем и угощаем детишек сладостями. На праздники детства побывали не только юные горожане. Ребят пришли поддержать родители, бабушки и дедушки. Мультифест – праздник для всех и каждого. Детям, конечно, интересно. Посмотрите, сколько людей. Да и взрослым интересно. Мне так, я вот очень люблю эти детей. Замечательное настроение всех муравленковцев и гостей города. Поздравляю с этим праздником. Мы были на мероприятии, которое состоялось в сквере. 12 часов. В общем, прошло все замечательно, великолепно. А теперь вот сюда на мультиквест. Погода не испугала. Все хорошо, все великолепно. Всем добра, мира, спокойствия и самое главное – здоровья. Кроме конкурсов, ребята могли принять участие в развлекательной программе. В этот день их веселили аниматоры отдела досуговой деятельности «Лира». Мультифест – это отличная возможность испытать удачу и получить за ловкость и упорство отличные подарки. Самым удачливым достались смарт-часы, планшеты и наушники. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Антон Иванов. Новости Муравленко. В рамках празднования Дня России Муравленковский совет ветеранов побывал в гостях у своих коллег из Ноябрьска. С инициативой организовать дружественную встречу выступили общественники нашего города. Председатель общественной организации Владимир Недашковский рассказал о предстоящем праздновании 35-летия города Муравленко, история которого тесно связана с Ноябрьском, куда со всей страны прибывали стройотряды, ехавшие возводить поселок Муравленковский. Мы в прошлом году издали книгу, которая называется «Тепло твоего города», издал городской совет ветеранов. Мы там немножко пишем о нашей истории. И все вспоминания сводятся к тому, что мы ехали с Ноябрьска, мы с Ноябрьска ехали 8 часов до Муравленка, кто-то ехал и дольше, кто-то через мост не мог переехать через Бекапур. Истории были самые различные, очень интересные. В дружеской обстановке ветераны двух городов познакомились, обменялись подарками, поделились планами и даже организовали небольшой совместный концерт. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру. Всего вам самого доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok